Приветствую вас, надо бы конечно разобрать тот момент, связанный с тем, что вы сами не знаете, готовы ли вы отпустить ребенка там своего или нет. Да, ваш страх возможен перед, так сказать, перед отпусканием условно ребенка, он вполне себе понятен, ваш страх. Но мне кажется, конечно, что нужно это поподробнее поисследовать, мне кажется, это нужно. Мне кажется, что нужно изучить этот момент, потому что, например, тот же ваш ребенок с его каким-то страхом, да, машины, общественного транспорта, это ведь отражение в целом, в какой-то степени отражение в целом вашей, ну, вашей, вашей собственной тревоги, понимаете, и невозможностью с ней справиться, невозможностью справиться именно со своей тревогой уже получается. То есть ребенок, он как бы переносит на себя ваши собственные переживания, ваши, ну, ваши собственные, ваши собственные какие-то страхи, да. И, соответственно, это вот то, на что вам нужно обратить, наверное, в первую очередь свое внимание. Потому что, ну, у меня так, по крайней мере, видится. У меня же есть такое ощущение, что вы как будто бы не очень, не очень этому уделяете внимание. тому, что ребенок боится, вот, боится, там, вот, вам бы, ну, вам его можно, там, к психологу, детскому, например, отвезти, да, или, вот, как-то, как-то так. Поисследовать. Понимаете, да? О чем идет речь, как бы. Вот. Поэтому, мне кажется, что здесь, вот, в первую очередь, такой аспект можно вычленить. Второе, это, в целом, ваша устроенность, ваша гармоничность, удовлетворенность, ну, я имею в виду, вот, жизнь, удовлетворенность, тем, как вы, в целом, сейчас, вот, живете. Что вы, в целом, сейчас, ну, делаете, да? Вот, и так далее. Мне кажется, что в этом контексте, в этом аспекте надо обязательно преследовать вам этот момент, вот. Следующий, следующее, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Внимание. Это то, на мой взгляд, по крайней мере, как складываются ваши отношения с мужем. То есть, я имею в виду, как вы, ну, вот, выстраиваете свои отношения с мужем, вот, насколько это хорошие отношения, насколько это адекватные отношения, вот. Если, ну, если, условно говоря, в них конфликтность, конфликтность, да, если конфликтность в, ну, в отношениях, вот, которые у вас, вот, с мужем имеют место быть. Следующее, на что мне хотелось бы обратить вам внимание. Следующий момент, на который, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание. Это то, как устроена ваша личная жизнь, вот. То есть, иными словами, да, если у вас мужчина, если, как бы, если у ребенка, значит, папа, да, вот, и так далее. То есть, на это, вот, мне тоже, кажется, нужно обратить вам свое внимание. Потому что это, ну, такой, достаточно важный аспект, достаточно важный элемент, как мне, как мне видится. И из этих моментов, как мне кажется, из этих моментов, и вырастает, собственно, вот, то, как сейчас у вас выстроена и организована ваша жизнь, в том числе и с ребенком. Вот. То есть, вот, именно с вашим сыном. Потому что, ну, понятно, что сын может все это тяжело переживать. Последнее, на что хочу обратить ваше внимание, это на то, есть ли у вас какая-то травматичность из-за развода с мужем или расставания с ним. Вот. То есть, это тоже такой, достаточно важный, как мне кажется, элемент, потому что, если травматичность у вас присутствует, то она может передаваться ребенку, к сожалению, да. Вот. И, ну, как бы, чувствуя, ощущая, что мама тревожится, вот, ребенок может тоже испытывать какие-то вот переживания и, соответственно, его это может тяготить. Вот. Поэтому, здесь мне кажется, в первую очередь нужно обращать внимание вот на данные аспекты. Соответственно, уже по вашей обратной связи, да, вот, именно по обратной связи, которую вы дадите на, например, то, что я вам, значит, сказал, вот, уже по обратной связи, можно будет что-то говорить, уже можно будет вам давать какие-то определенные рекомендации, вот. И, соответственно, уже исходя из этого, можно будет, ну, вот, условно говоря, что-то вам тогда рекомендовать. Можно будет даже проводить какую-то работу, да, можно будет проводить какие-то терапевтические мероприятия, которые позволят вам эту ситуацию как-то для себя изменить. Конечно, ребенку необходима помощь, вот, ребенку необходима, значит, терапия, терапия, вот, ну, так же, вот, как и вам. И, соответственно, уже нужно взаимодействовать в этом направлении. Что касается того, значит, значит, что, ну, вот, что касается того, что вы боитесь в отпуске, ну, тут важен, крайне важен, как мне кажется, ваш опыт, вот. То есть, то есть, ну, какой, именно, какой у вас опыт, вот. Это, мне кажется, очень важный момент. Если вы разберетесь с этим, то, на мой взгляд, ситуация может пойти на ученье, на ученье, так или иначе. Вот. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Вот. Я надеюсь, это было интересно. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Я надеюсь, что требует. Продолжение следует...